ВСРФ сдали Бакури от позиций в Бердзорском коридоре. Арциахский политолог и социолог Давид Карабикян пишет больше всего опасаюсь между собойчиков при посредничестве РФ, при которых состав наших переговорщиков подбирается по бог весть какому принципу о результатах в виде сдачи лачина. Ниркин Суса и Ахавна мы узнаем из заявлений, сделанных с огромным одолжением Ильхамом Алиевым, который вещает, что неоднократно встречался с нами, на его языке, с армянской общиной. И даже сделал жест доброй воли, позволив нам покинуть лачин и села в его предместьев не 5 августа, а аж 25 по нашей просьбе, день рождения его супруги тут, выходит, ни при чем. Официальный Степанакерт утверждал, что Баку через российских миротворцев нам чуть ли не бой не угрожал. А тут оказывается такое дело, сильные мира решили только судьбу малых ГЭС. Самое худшее это то, что мы проглотили ложь за право продолжать получать зарплату, свободу от прессинга, привилегии министров, депутатов. А нас вытерли ноги и наплевали в лицо, мы получили и позор, голод, а вместо безопасности ежедневную экзистенциальную угрозу. Дабы этого не повторялось, нужно, чтобы мандат переговорщиков и круг обсуждаемых ими вопросов определялся и публично оглашался парламентом, выход делегации или руководителя за рамки мандата или согласованной повестки, формата переговоров, а также конституционных полномочий, как в вышеуказанном вопросе Бердзора, Лачина, вопросы сдачи или обмена территорий не должны решаться без парламента. Любое превышение полномочий механически должно запускать механизм отставки лица, лиц, если речь идет о всех переговорщиках, их допустивших. Что касается распространенной в прессе информации о том, что ВСРФ уступили ряд позиций в зоне Бердзорского коридора Азербайджану по его просьбе, то это вопрос принципиальный. От него зависит, какая форма контроля за коридором и обеспечением прав Фарце Ахцев является целесообразной международной контроль и Международная миротворческая операция, в которой также могут быть задействованы российские миротворцы. И мандат миротворческой операции должен определяться Советом безопасности ООН. Что касается заявления лидера партии Единая Родина Самвела Бабаяна о том, что Азербайджан не уберет КПП и злочина, поскольку он закрепил право на его установку на международном уровне. Не получится ли так, что мы снова окажемся у разбитого корыта? Ибо наше руководство не произвело релокацию систем жизнеобеспечения, поскольку поверило заверениям неких таинственных лиц в Москве. Так какие они таинственные и коварные, малые ГЭС, в отличие от линий электропередач и газовых труб. Они не оставили в лачине. Никто не счел необходимым извиниться перед народом или парламентом, которых держал в неведении, которому лгал. А мы хотим, чтобы мир с нами считался, и нас уважали.